Макси Маркетс – единственный финансовый брокер, входящий в Ассоциацию российских банков и в Ассоциацию региональных банков России. Аналитику от Макси Маркетс используют порталы Вести Финанс, банкир.ру и другие лидеры финансового рынка. Здравствуйте! Сегодня 9 июня. Вы смотрите ежедневные обзоры прогноз рынка от Макси Маркетс. На азиатской сессии в пятницу евро-доллар продолжал удерживать позиции вблизи достигнутых накануне максимумов. Однако публикация в Германии слабых данных по объему промышленного производства за апрель и особенно резкое падение показателя в годовом исчислении нарушила хрупкое равновесие и развернула пару на снижение. К тому же и Франция отчиталась с негативом, показав растущий дефицит госбюджета. В результате евро-доллар активизировал коррекционный откат и достиг на снижении минимальный дневной уровень 1,3620. Здесь нисходящий импульс угас, а боки по евро вновь перешли в наступление, вернув единую европейскую валюту к максимальному уровню четверга и сформировав вершину подъема на ценовом уровне 1,3676. Тем не менее, и этот бычий порыв был остановлен, а курс пары начал активно снижаться после выхода позитивной американской статистики по занятости в несельскохозяйственном секторе США и снижение уровня безработицы в стране до 6,3%. Однако и медвежье давление оказалось недолговечным. Отбросив пару к уровню дневного минимума 1,3620, продавцы единой валюты в преддверии длинных выходных начали фиксировать позиции и закрывать сделки на продажу евро. Таким образом, волатильная динамика пары в этот день сформировала боковой диапазон коррекции и сохранила вероятность дальнейшего подъема валюты. В нашем прогнозе на понедельник предполагаем краткосрочный подъем пары ориентировочно в район уровней 1,3667-1,3680. Далее ожидаем снижение курса единой европейской валюты в ценовую зону 1,3607-1,3585, а затем продолжение коррекционного подъема пары к целевым уровням 1,3668-1,3700-1,3740. На азиатской сессии в пятницу фунт-доллар торговался в узком боковом диапазоне, что, впрочем, характерно для британской валюты в преддверии публикации в США основного отчета по занятости. Курс пары вяло корректировался, однако, коснувшись ключевого уровня поддержки 1,68 и, встретив здесь довольно активный спрос покупателей, возобновил восходящее движение и протестировал на подъеме линию полуторамесячного нисходящего тренда на ценовом уровне 1,6845. Тем не менее, публикация в Великобритании негативных данных по внешнеторговому балансу остановила движение, а неспособность британской валюты в очередной раз преодолеть сопротивление продавцов по линии тренда вновь разочаровала участников торговли. Быки начали фиксировать прибыль и закрывать позиции на покупку валюты, а медведи активизировали продажи пары. Курс валюты на этом фоне съехал к дневному минимуму и от уровня 1,6781 начал корректировать снижение. В нашем прогнозе на сегодня предполагаем еще одну попытку тестирования линии нисходящего тренда на ценовом уровне 1,6824, а затем разворот и снижение британской валюты к целевым уровням 1,6777-1,6744 и, возможно, ниже к ключевому уровню поддержки 1,67. Наши рекомендации по движению драгоценных металлов на понедельник. Волатильная торговля в узком боковом диапазоне на торгах в пятницу практически не изменила позиции металлов относительно их основных уровней сопротивления и поддержки. Ближайшее краткосрочное сопротивление по золоту по-прежнему остается на ценовом уровне 1,255 долларов за унцию. Пробой этого сопротивления при движении наверх возобновит подъем металла к целевым уровням 1,258, а затем к целевому уровню 1,265 долларов за унцию. Ближайший уровень поддержки расположился на ценовом уровне 1,251 долларов. Если он будет пройден, станет возможным дальнейшее снижение золота в направлении ценовых уровней 1,246 и 1,241 долларов за унцию. Наш прогноз по ценовой динамике золота на понедельник предполагает первоначальное снижение металла к уровню недельного разворота – 1,250 долларов за унцию. Далее ожидаем продолжение коррекционного подъема к уровню сопротивления 233-дневной скользящей средней – 1,257 долларов за унцию – часовой таймфрейм. Если пробой этого уровня состоится, ожидаем дальнейший рост к выше названным целевым уровням сопротивлений. Если же преодолеть этот уровень не удастся, курс золота развернется на снижение к ближайшему уровню поддержки и ниже. Серебро в совершенно аналогичной динамике также не изменило своих позиций. Ближайшее сопротивление для него находится сейчас на уровне 19,20 долларов за унцию. Если возобновится движение наверх, и это сопротивление будет пробито, металл может подняться выше к целевым уровням 19,30 долларов и 19,40 долларов за унцию. Ближайшая поддержка серебра расположилась на уровне 19,00 долларов за унцию. Если котировки преодолеют, ее снижение продолжится далее к целевому уровню 18,90 долларов и ниже в направлении значимого уровня поддержки – 18,70 долларов за унцию. В нашем прогнозе на сегодня также предполагаем продолжение коррекционного роста металла ориентировочно к верхней границе линии Боллинджера – 19,10 долларов за унцию. Часовой таймфрейм. Далее ожидаем разворот и снижение металла к вышеназванным целевым уровням поддержек. В экономическом календаре понедельника Япония опубликует окончательные данные по приросту ВВП за первый квартал текущего года. Общая сальдо счета текущих операций за апрель, индикатор потребительской уверенности, а также индикаторы текущей экономической ситуации и экономических перспектив за май. В еврозоне будет представлен июньский индикатор уверенности инвесторов в региональной экономике. В Канаде выйдут данные по количеству закладок новых фундаментов под строящееся жилье. США проведет аукцион по продаже трех из шести месячных облигаций государственного долга. В Европе очередной праздник – понедельник Святого Духа. Рынки закрыты, статистика не публикуется. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maximarkets.ru. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс. MaxiMarkets – единственный финансовый брокер, входящий в Ассоциацию российских банков и в Ассоциацию региональных банков России. Аналитику от MaxiMarkets используют порталы вестифинанс, банкир.ру и другие лидеры финансового рынка.